МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тестировать будут еще больше. Диагностический центр Бийска ждет новое оборудование для своей ПЦР-лаборатории, где проводят исследования на коронавирусную инфекцию. Итак, мы начинаем. Каникулы для школьников Алтайского края продлены еще на одну неделю, до 15 ноября. Такое решение сегодня принял губернатор Виктор Томенко. Каникулы или дистанционное обучение? Такой вопрос был главным. И мнения разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей. Однако глава региона призвал подходить к выработке такого решения взвешенно. Эпидобстановка в крае действительно сложная. Коечный фонд в госпиталях края заполнен практически на 90%. Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличивается с каждым днем. Растет и смертность. Кроме того, наблюдается высокий уровень фактической забоеваемости ОРВИ и гриппом. После 15 ноября принимать решение о режиме работе, исходя из критериев по уровню заболевания учителей и учащихся, будет каждое конкретное образовательное учреждение самостоятельно. По задумке Министерства образования и науки края, при низком уровне заболеваемости учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдением масочного режима. При росте уровня заболеваемости предписывается уход на удаленку по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно. Кроме того, рассматривается вопрос о запрете на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых. Лабораторию диагностического центра БИСК оснастят новым оборудованием. Такое поручение глава региона Виктор Томенко дал региональному Минздраву во время своего визита в наш город. Технику купят за счет тех денег, которые Алтайский край получит из федерального бюджета. Подробности далее в сюжете. Лаборатория диагностического центра БИСК проводит порядка полутора тысяч исследований в сутки. Специалисты работают в две смены. Вторая возвращается домой глубокой ночью. Сама технология определения коронавирусной инфекции сейчас больше похожа на конвейер. Для того, чтобы выдать результаты, времени уходит в разы больше. Единственная пациент лаборатории, то есть у нас в таких масштабах есть. Для увеличения объемов и для поддержания. Дополнительное оборудование, конечно. Если бы приобрести автоматический анализатор для выделения нуклеиновых кислот, тогда, конечно, он существенную проблему порешает. Ну и добавочный анализатор. Ну, это и с проблемой всех. Но остальное то, что в наших силах, это и решается. Лаборатория диагностического центра сегодня исследует мазки не только бейчан, но и жителей соседних 14 районов. Как отмечают специалисты, растет не только число поступающего биоматериала, но и процент подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Можно попробовать определить процент тех, которые положительные в итоге теста получаются от общего количества? От общего количества? Хорошо. Реальные цифры немножко у нас другие. Реальные до 15%. Это еще не пик, а лаборанты уже работают на пределе. Материально-техническая база нуждается в обновлении. И, похоже, оно ожидается. Если, конечно, региональное министерство здравоохранения не подведет. Сейчас регион ждет многомиллионный транш из федерального бюджета. Вот нам дали с вами 16 миллионов. Уже Минздрав все должен прокрутить и в раскладке к Бийску, к Барнаулу, к чему угодно и так дальше. Там, где сегодня делается тестирование, у вас уже должен быть на столе материал. Письмо уже на меня должно лежать, кстати говоря, на подпись у меня. Так мы 16 миллионов куда хотим уложить и что хотим за это получить? Есть понимание или еще нет? Мы еще согласовываем с профессионалами эти вещи. Мне надо понимать, нам сколько надо, на какие объемы выходить. Нет денег федеральных из этих 15, есть 264, из них, по-моему, тоже можно взять. Которые из 10 миллиардов распределенных в краю досталось 264. Так, нормальная доля, это наша доля примерно, 2,5% от общей суммы. Теперь не хватит денег из той части, значит, надо свои распечатывать. Брать с остатков, брать сэкономленные, брать еще где-то, но мы по мощностям, по тестированию, мы должны выйти на то, что медики считают оптимальным. Когда именно специалисты диагностического центра Бийска получат новое оборудование, пока не уточняется. Здесь главное не затягивать. Как говорится, ложка дорога к обеду. Евгений Плохотин, Алина Бей, Иван Зяблицкий. Будни. А теперь о ковид-статистике. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Барнауле 78, в Бийске 18. По состоянию на 6 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с диагнозом ковид-19 находятся 2449 человек. Кроме того, 2441 пациент лечится от вирусной пневмонии. 1471 пациент с вирусной пневмонией долечиваются на дому. Количество тяжелобольных 602, из них подключено к аппаратам ИВЛ 180 пациентов. За сутки выздоровели 173 человека, умерли 13, 5 из них от ковид-19. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии в Алтайском крае составляет больше 20 тысяч человек. Решили и сделали. Жители села Верхмарушка отремонтировали свой дом культуры. Инициативу сельчан поддержали спонсоры и депутаты. С инициативной группой встретился депутат Государственной думы от Алтайского края Александр Прокопьев. С подробностями из Целиного района наш корреспондент. История Верхмарушки началась почти 200 лет назад. Основали поселение крестьяне-переселенцы. В 2007-м при местном клубе открылся мини-крывеческий музей. И сегодня в нем около 300 экспонатов. Вот это называется рубель. Вот так вот, вот таким макаром делали, гладили одежду. И она, видите, могла в каком состоянии быть потом проглаженной хорошо. Рубель. Это самый древний утюг. 25 лет Людмила Степановна возглавляла сельский дом культуры. Сегодня поют в вокальной группе «Лада», которую когда-то сама и организовала. Клуб для почти всех 500 верхмарушенцев – место особенное. Здесь коротают вечера и молодежь, и пенсионеры. Работают пять творческих секций и тренажерный зал. Здесь же отмечают всем селом праздники. 60-80 человек всегда бывает. Посещаемость хорошая. Потому что мы же не избалованы, так скажем, профессиональные артисты. Махни рукой и забудь все. Нету. Так что мы тут и драматический театр, и мюзикл, и эстрада. Творческую идиллию села чуть не нарушила крыша. Вода заливала потолки. Просели деревянные балки перекрытий. Здание, построенное в 1961 году, начало стремительно разрушаться. Вот где столб стоит, можно увидеть. Там очень сильно провис потолок. И поэтому как бы решили, что пора надо что-то делать, иначе, не дай бог, упадет на зрителей, и все, беда. Для нас клуб – это единственное место, где мы можем сами выразить себя, свои таланты, что люди умеют делать. Создали инициативную группу. Оформили грант по программе местной инициативы. Из краевого бюджета получили 700 тысяч. Еще 15 добавил Бочкаревский сельсовет. К казну ремонта на 70 тысяч пополнили сборы сельчан. Внес свою лепту в общее дело и депутат краевого законодательного собрания Вадим Смагин. В итоге на здании новая крыша и косметика внутри. После ремонта крыша намного стало лучше, анимация, то есть освещение стало, не стали ни закрывать, ничего. То есть все хорошо стало. И потеков нет на стенах. Осталось заменить только противопожарную сигнализацию. Такая необходимая, но для сельчан уже неподъемная. Обратились к депутату Государственной думы Александру Сергеевичу Прокопьеву. Он сразу встретился с инициативной группой, правда, с учетом пандемии в онлайн-режиме. Рад вас видеть в добром здравии. Целинный, самый хлебосольный район Алтайского края. Помощники объяснили по Дому культуры, то, что на данный момент было запланировано, что делается. Они сказали, что сейчас по Сан-Кимам там совсем другая реконструкция должна быть пожарной системой, поэтому только новая система. Я могу сказать, что вас не поддержать невозможно, поэтому мы, безусловно, присоединимся к вам. Вы большую работу проделываете, когда объединяете людей. Мы поможем, я так понимаю, там же монтаж еще необходим, или монтажная составляющая, она есть у вас. То есть кто это сделает сама фирма, правильно? Да, да. Демонтаж и потом монтаж оборудования, они уже все составили, все это у них есть. Вы вообще большие молодцы, кстати, что занимаете такую активную позицию, объединяете людей. Мы не только, по сути, проект, какую-то задачу решаем, но еще, наверное, новый опыт приобретаем вместе с этой работой. И знакомимся в том числе друг с другом. Ну, это, наверное, та самая лучшая модель, на которой нужно работать. Я надеюсь, что рано или поздно пандемия закончится у нас. Мы все будем живы-здоровы. И, собственно, у вас увидимся уже в новом доме культуры, отремонтированном. Кроме решения конкретной задачи, Александр Прокопьев поинтересовался планами инициативной группы на следующий год. В этом году мы точно так же провели опрос нашего населения для дальнейшего участия в конкурсной программе поддержки местных инициатив на 2021 год. И опять вышли с предложением объект культуры СДК. Это вшивка фасада и ограждение. Ну, а пока составляются сметы и определяется фронт ремонтных работ, творческие коллективы продолжают репетировать и ждут окончания пандемии, чтобы выступить уже перед своими зрителями и гостями. Марина Волкова, Иван Зяблицкий, из Целинного района, Будни. Мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Желающих нет. В Бийске продают памятник архитектуре в центре города. И почему аукцион признали незастоявшимся? Не пропустите обновление зимней коллекции курток и пуховиков по автовым ценам. Ермак. Митрофаново, 35. Остановка. Вокзал. Грандиозная распродажа шуб от Кировской меховой фабрики. Скидки 25%. Эксклюзивные новинки этого сезона ждут вас. Фабричное качество по доступным ценам. Только один день. 9 ноября. ТЦ «Модный». Город Бийск. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 8,5% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. Бийск. Коммунарский 16. Дробь 1. Подробности по телефону. 8 800 201 0058. В Бийске не могут продать старинный особняк в центре города. Речь идет о доме Кузнецова, который уже не первый раз выставляют на продажу. Цена невелика, а всего рубль 20. А вот земельный участок в тысячу квадратных метров оценили почти в полтора миллиона рублей. Попытки продать памятник культурного наследия, которому более 115 лет, уже были. Но когда аукцион проводили в сентябре, желающих стать потенциальными покупателями не нашлось. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Сейчас ситуация повторилась. Напомним, особняк отнесен к объектам культурного наследия, однако точно неизвестно, кому именно он принадлежал и для каких целей предназначался. Точных данных о владельце здания нет даже у историков. Уже давно помещение находится в неудовлетворительном состоянии. В 2010 году город намеревался его снести, но потом вспомнили о статусе здания. Теперь город продает объект культурного наследия регионального значения. Зима приближается к нам все стремительней, но бейчанам и жителям прилегающих районов опасаться холодов не стоит. В магазине верхней одежды «Ермак» новое поступление. Еще больше выбора, еще интереснее модели, в чем и убедился наш корреспондент. Оверсайз, анарак, парка. В «Ермаке» рулит тренд и у бейчан появился шанс грядущей зимой полностью соответствует требованиям сезонной моды. Большой выбор у мужчин. Куртки из эко-кожи, безусловно, привлекут внимание тех, кто ведет активный образ жизни. Есть и модели по фасону, приближенные к пальто, удлиненные, надежно укрывающие от холода и ветра спину. Особое внимание на этот раз «Ермак» уделил батальным размерам от 50 до 72 акценты на ярких крупных карманах и асимметричных застежках. Стать элегантной оказывается просто и возможно, тем более с таким богатым выбором. Если укороченные стеганные пуховики по-прежнему популярны молодежи, для более взрослых длина макси. Эти модели созданы и для красоты, и для тепла. И, конечно же, для экономии семейного бюджета. Ведь цены оптовые от производителя. Магазин «Ермак» мы открыты каждый день без выходных и перерывов на обед. «Ермак» оденет всех. А теперь о погоде. 7 ноября в Бийске будет преимущественно ясно. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром и вечером будет повышенной. Магнитосфера спокойная. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 7, плюс 9. И это все новости на сегодня. Я желаю вам отлично провести эти выходные. Ведь синоптики обещают нам до плюс 18 градусов тепла. Всего вам самого хорошего. И напоминаю, что все выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на канале YouTube, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» – bework.ru.